Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Президент Украины Владимир Зеленский приоткрыл детали Курской операции. Также в сегодняшнем выпуске о Покровске, Курском наступлении и умной войне, в интервью CNN рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Очередной российский танк перешел в руки украинским военным. Еще больше патриотов. Эту установку Украине передаст Румыния. Это тема дня в студии Юлия Корт. Здравствуйте. Из-за успеха Курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч своих военных. Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Одна из целей Курской операции – это стягивание их войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать. Они стянули туда на сегодня около 60 тысяч войск. Президент подчеркнул, на Покровском направлении в один из периодов Россия имела преимущество над Украиной в артиллерии на уровне 1 к 12. Курская операция разрешила оттянуть силы россиян, и теперь это соотношение 1 к 3. Также Владимир Зеленский рассказал, как именно было принято решение о начале Курской операции. Что касается дальнобойности, именно эта нехватка дальнобойности заставила нас думать. Думать каждую секунду, какая у нас есть альтернатива. И это привело к операции на Курщине. И, кстати, успешной операции. По словам президента, украинская разведка предоставила информацию о том, что в случае прорыва под Харьковом Россия планировала сделать вдоль границы буферную зону на Сумщине и Черниговщине. Зеленский сказал, об операции в Курской области не была проинформирована ни администрация Байдена, ни многие наши собственные институции. Однако такая секретность была не из-за недоверия, а из-за постоянной утечки информации. Я максимально сократил круг людей, которые знали об этой операции. Поэтому это было неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно. При этом Владимир Зеленский заявил, Украине российские земли не нужны. Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Также, по словам президента, Украина готовится предложить план окончания войны на втором саммите мира. Мы подготовим, как мы сказали, детальный план окончания войны. Подготовим с партнерами, которые поддержали комьюники первого саммита. Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны. Там, по словам Зеленского, на саммите обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно. И это нам понятно. И все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали, мы не против, мы все понимаем. Давайте подготовим план и позовем их. Отметим, Украина ведет переговоры о проведении нового саммита мира с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией. Его могла бы принять и Индия, заявил президент Украины. Но принимающая страна должна подписать комьюники первой встречи. Путин назвал страны, которые могли бы стать посредником на переговорах с Украиной. Это Китай, Бразилия или Индия, заявил российский правитель, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет политика. А вот канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры между Россией и Украиной должны состояться без предварительных условий, и местом их проведения может стать его страна. Так в соцсети Икс Нехаммер отреагировал на очередное заявление Путина об открытости к переговорам с Украиной, но на основе договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле. Австрия будет готова поддержать справедливый и длительный мир, основанный на международном праве, и служить площадкой для переговоров в качестве резиденции ОБСЕ. Большое интервью американскому телеканалу CNN дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал о причинах операции в Курской области, ситуации на самом горячем направлении фронта, умной войне и последствиях задержки помощи от США. Операция ВСУ в Курской области успешная, говорит Сырский. Для ее проведения было несколько причин. Не дать России использовать Курскую область в качестве плацдарма для нового наступления. Оттянуть российские силы из других направлений фронта. Предотвратить российские обстрелы украинского приграничья. А еще поднять боевой дух ВСУ и украинцев. Главком сообщил журналистам, что Россия уже перебросила десятки тысяч войск в Курскую область. В частности, некоторые из лучших своих десантно-штурмовых войск. Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы враг почувствовал то, что испытываем мы каждый день. Что касается Покровска. Сырский рассказал, что украинские войска остановили продвижение российской армии на Покровском направлении. Это направление является самым горячим на фронте. Россияне уже находятся в нескольких километрах от города. За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает. Также, по его словам, сегодня чувствуется ослабление России и в других областях Украины, где идут бои. В частности, уменьшились артиллерийские обстрелы и интенсивность штурмов. Александр Сырский констатировал, что Россия имеет материальное преимущество. Речь идет об авиации, ракетах, танках, артиллерии, боеприпасах, а также в личном составе. Поэтому, по словам главкома, Украина вынуждена быть умнее и эффективнее России в ведении войны. Мы не можем воевать так, как они. Поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход. Использовать свои силы и средства с максимальным использованием особенностей местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое преимущество. Сырский вспомнил полугодовую задержку с военной помощью от США, которая возникла в конце прошлого, начале этого года. По его словам, эта задержка повлекла за собой серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа. И это все еще проблема, добавил главком Александр Сырский. О том, что Украина многого достигла в своем наступлении на курском направлении Российской Федерации, заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг. Однако, он не высказал предположение, как будет развиваться ситуация дальше, передает его слова Униан, ссылаясь на голос Америки. Только украинцы могут сделать сложный необходимый выбор. Например, относительно того, куда развернуть свои силы и какой тип войны уместен в этой ситуации. Столтенберг убежден, что Украина имеет право на самооборону, включая достижения военных целей на территории России. Он также добавил, что не видит непосредственной военной угрозы для стран военного альянса. Но существует постоянно угроза терроризма, кибератак и диверсий. Во время операции на территории Курской области Украина использует танки польского производства «Тварды». «Дефенс Экспресс» пишет, этот факт может быть примером для западных стран, которые пытаются отдельно регулировать вопросы использования вооружения на территории страны оккупанта. Польская сторона никак не регулировала применение этих танков, потому что правительство Польши руководствуется единым принципом. После передачи вооружения Украине это оружие становится украинским. И использовать уже это оружие можно как угодно. Польша оказалась крупнейшим поставщиком танков для ВСУ. Путин убежден, что до сих пор может вести войну на истощение в Украине пишет Financial Times. «Надежды на то, что конфликт можно будет быстро прекратить с помощью определенного военного или экономического сокращения, пока не оправдались. Теперь то, что началось как война Путина, все больше становится войной России, усиливая способность Кремля игнорировать расходы». Понятно, пишет издание, что фиаско под Курском стыдит Путина. В конце концов это первое вторжение в Россию, которое имеет ядерное оружие со времен Второй мировой войны. И к тому же это сделала не ядерная держава. Но остается маловероятным, что это унижение повлечет политические проблемы для Путина дома, как предполагают чиновники в Украине и на Западе, пишет Financial Times. «Глубокие резервы социальной инерции, апатии и насильственной атомизации российского общества были источниками власти Путина задолго до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. И с тех пор Кремль тщательно культивировал эти столпы режима, одновременно укрепляя аппарат репрессий». Рост провоенных настроений в России не обязательно приводит к увеличению армии, но помогает правительству убеждать россиян терпеть открытую борьбу со своими соседями. В этом году Путин сконцентрировал свое внимание на востоке Украины, где российские войска прорывают себе путь через украинскую оборону. «Это помогает объяснить, почему Кремль, несмотря на смущение, не спешит использовать некоторые из самых мощных инструментов, которые есть в его распоряжении, включая тактическое ядерное оружие. Президент Украины Владимир Зеленский по понятным причинам хочет представить вторжение в Россию как окончательное доказательство того, что на Кремль можно воздействовать силой и что Западу не стоит бояться эскалации». Издание отмечает, что развалилась вся наивная концепция так называемых «красных линий» по отношению к России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами. В этой войне для Путина будут дальнейшие болезненные изменения, поскольку Киев будет искать одобрение Запада на использование ракет дальнего радиуса действия, предоставленных НАТО, чтобы нанести удары глубоко внутри России, а также развивать собственную ракетную программу с помощью Запада. Но Кремлю хватает инструментов для ответа. Важнейшим решением сейчас является то, попытается ли Путин провести новую мобилизацию, учитывая, что количество российских войск исчерпано. Путин угрожает бить по украинским АЭС. Перед этим кремлевский диктатор обвинил Киев в якобы ударах по Курской АЭС. «Очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы». МИД России заявил, что украинская армия якобы пыталась атаковать украинскую АЭС и станцию в Курске, чтобы шантажировать международное сообщество. ВСУ снова затрофеяли российский танк, на этот раз под Селидово Донецкой области. Кадры дерзкой операции появились в военных пабликах. Так, на восточной окраине Селидова, к югу от Покровска, есть подземный переход. Там пара российских бронетехников высадила свою пехоту и попала под огонь украинского Т-64. После чего пехота выскочила и разбежалась. Через день экипаж украинского танка забрал трофей на этом же переходе, пишет Униан, ссылаясь на Форбс. Как отмечается, бойцы ВСУ обнаружили брошенный российский танк Т-72 и отбуксировали его, используя собственный Т-64 в качестве тягача. Пока непонятно, почему россияне отказались от своего неповрежденного Т-72. Вполне возможно, что в нем произошла какая-то механическая неисправность. Возможно, проблема с двигателем. Это уже не первый случай, когда украинские войска захватывают целый, но брошенный российский танк. В мае ВСУ взяли новейший Т-90 прорыв, который россияне оставили на поле боя. Было задействовано много людей и техники, однако воинам удалось вывести трофей. Румыния подарила Украине систему противовоздушной обороны Патриот. Соответствующий указ после одобрения в парламенте опубликовали на сайте президента страны Клауса Яханиса. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил это в своем телеграм-канале и поблагодарил румынских союзников. 3 сентября Румыния решила подарить одну из двух своих действующих систем Патриот. Тогда отмечалось, что это произойдет при условии, что позже союзники заменят ее другой такой же системой. В законопроекте, одобренном парламентом, говорится, что замена системы Патриот из США не должна стоить больше, чем изначально заплатила Румыния за такую единицу и что расходы будут покрыты из иностранных источников, которые не возвращаются. 31 июля соцсети заполонили фото сбитого российского вертолета Ми-8. Неожиданностью стало то, что его уничтожил недорогой дрон ВСУ. По данным Economist, сначала было неясно, случайность это или новый этап воздушной войны. Российские вертолеты стали реже участвовать в боях на передовой. Но с июля Украина начала использовать FPV-дроны, которые получают данные с радаров ПВО. Эти дроны, хотя и медленнее вертолетов, но могут эффективно поражать цели при правильном курсе перехвата. Главное преимущество дронов — их низкая стоимость. FPV-дрон стоит около 500 долларов, что значительно дешевле по сравнению с ракетами типа Stinger, стоимостью 500 тысяч долларов. Если FPV можно будет успешно использовать в сочетании с этими ракетами, вертолетам негде будет спрятаться, что еще больше ограничит их использование. Украинцы с удовольствием наблюдали за горящими обломками российского коптера стоимостью 18 миллионов долларов. Они надеются на большее. 10 сентября пройдут первые дебаты между кандидатом в главы государства от республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом, и его соперницей-демократом, вице-президентом Камалой Харрис. Они состоятся без зрителей в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Дебаты в прямом эфире будет транслировать канал ABC News. Микрофоны будут включены только для того кандидата, чья очередь говорить. И отключены, когда время принадлежит другому кандидату. Только модераторам будет разрешено задавать вопросы. Каждому кандидату в американские лидеры предоставят две минуты для ответа на вопросы. Заключительные выступления политиков также будут длиться по две минуты. Кандидаты будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов. И на сцене не будет разрешен никакой реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату будет предоставлена ручка, блокнот и бутылка воды. Сотрудникам предвыборной кампании не разрешается взаимодействовать с кандидатами во время рекламных пауз. Стабильный перевес Камалы Харрис в рейтингах над Дональдом Трампом создал неожиданную проблему для Украины, пишет политика. Не опасаясь возвращения Трампа на пост президента США, европейские страны замедлили процесс передачи нашей стране доходов от замороженных активов России. В июне страны группы Семи договорились о кредите для Украины в размере 50 миллиардов долларов, который должен покрываться за счет этих активов. Однако, как сообщает издание, техническое согласование кредита между ЕС и США продолжается до сих пор. Когда над США висела угроза возвращения Трампа, Европа была готова быстрее двигаться навстречу американским требованиям. Но с того момента, как Камала Харрис укрепила свои позиции в рейтингах, в ЕС стали меньше бояться прекращения американской поддержки Украины и начали активнее настаивать на своих условиях. По данным анонимного источника ЕС и США спорят о том, как обеспечить безопасность замороженных активов. Вашингтон требует гарантии, что эти активы останутся заблокированными до выплаты России репараций. Но для принятия такого решения в Европе необходимо единогласие, а несколько стран выступают против. Международный валютный фонд собирается отправить официальную миссию в Россию. Как сообщает Reuters фонд начнет работу 16 сентября в онлайн формате, а потом направит свою делегацию в Москву для встреч с российскими официальными лицами. Возглавлять миссию будет аргентинец Жак Миньян. В издании отметили, что после полномасштабного вторжения в Украину многие западные страны поднимали вопрос об исключении России из МВФ. Но это оказалось сложным, так как препятствовали другие члены организации. Напомним, что МВФ активно критиковали на Западе из-за слишком оптимистичных прогнозов относительно состояния экономики Российской Федерации, которая столкнулась с санкциями. Суд арестовал имущество обвиняемого в мошенничестве генерала Павла Попова, в том числе и его загородный дом. Официально Попов обвиняется в том, что за счет строительства парка Минобороны Патриот в Подмосковье обогатился, отремонтировал дачный участок и построил дом. Также через подчиненных он заставлял руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком Патриот, выполнять строительные работы у себя на даче. В собственности Попова и его семьи есть недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края стоимостью более 500 миллионов рублей, заявили в Следственном комитете. 29 августа адвокат бывшего замминистра обороны Павла Попова Игорь Дюкин заявил журналистам, что его подзащитному обвинение не предъявлено и причастным себя к делу он не считает. Попов уже третий бывший заместитель Шойгу, задержанный за последние полгода. Китай ограничил трансграничные платежи с Россией. В результате их общий проект по освоению Зашуланского угольного месторождения остался без финансирования. Издание Moscow Times пишет, что развитием проекта занимается компания «Разрез уголь», совместное предприятие российской N-Plus и китайской China Energy Investment Corporation. По словам гендиректора N-Plus Group Владимира Калмогорова, проблемы возникли из-за санкций против России. Китайские партнеры опасаются, что решение этих вопросов может затянуться. Это все темы дня к этому часу. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал и ставить лайк. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok